С конца этого года у нас будет полностью закрыт контур города Великий Устью к попаданию воды со стороны Малой Северной Двины, которая у нас обычно при Большом Половоде заходит. И мы исключим именно паводковую ситуацию посадной части города. Побывали на объектах и в ЕДДС, и на ледовой переправе. Провели сейчас совместное совещание совместно с руководством Архангельской области, в котором присутствовал первый изместительный председатель предприятия Архангельской области. Посмотрели, как стартовали превентивные мероприятия для того, чтобы лед проходил без значительных заторных явлений. Как известно, именно они приводят к большому разливу. И, соответственно, на основании всей информации могу сказать и констатировать, что район на сегодняшний день готов к прохождению паводка. Паводок в этом году прогнозируется на уровне среднем многолетних значений. И если будут дружные весенние явления, то есть будет быстрое таяние, возможно, до подъема воды, до отметок неблагоприятных явлений. Но конкретно, если говорить про Великий Устик, это пока прогнозируется 725-750 сантиметров. Что касается мероприятий, приступили, вчера приступили к работам по чернению льда на Северной Двине. И планируется, что в этом году объем работ по чернению будет больше, чем в прошлом году. В прошлом году, напомню, это было 20 километров протяженность чернения, в этом году 30 километров. Ледорезные работы также стартовали. В этом году будет ледорезных работ выполнено 192 километра. Из них 50 километров это на Сухане. И 142 километра получается на Северной Двине. Взрывные работы тоже, в принципе, у нас все готово к ним. Взрывчатка готова, есть запас взрывчатки. Сегодня мы увидели группировку всей системы РСЧС районного звена Великого Устюгского района. Общая составляет сегодня, по уточненным данным, более 200 человек личного состава. Около 60 единиц техники различной проходимости, мощности, спасательной, водооткачивающей и плавсредства. Для усиления группировки, если будет все-таки ухудшаться у нас на территории Великого Устюга, предусмотрена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России Волговской области, еще дополнительно 40 человек личного состава, 13 единиц техники и 6 плавсредств. Если мы смотрим на ухудшение обстановки, уже введение режима соответствующей чрезвычайной ситуации, предусмотрена по Северо-Западному федеральному округу группировка Невского спасательного центра, эшелонированная, 2 эшелона, 50 человек личного состава, 6 единиц техники и 2 плавсредства.